Атомное ядро Мы с вами будем пытаться изучить как устроено атомное ядро атомное ядро значит Мини-минуть что-то совсем Мини-минуть что-то Мини-минуть Мини-минуть Так, а тут, наверное, есть экран, как её сделать. Значит, наш курс будет включать следующие вопросы. Поскольку атомное ядро и вообще все эксперименты физики, вся информация о частицах и о ядре тоже получена из экспериментов по рассеянию, то мы начнём просто с некоторого напоминания элементов теории рассеяния, чтобы освежить вашу память, хотя вы, наверное, уже сейчас начинаете по квантовой механике, по третьим-третьим семестрам. Поэтому здесь мы тоже этим займёмся, рассмотрим рассеяние частиц со спином основного, сколько у вас протон и нейтроны имеют спину одну-вторую, то эффекты, связанные с поляризацией, они здесь очень интересны. Дальше мы перейдём к знакомству с тем, как устроены ядерные силы, что это такое, чем они отличаются от кулоновских. Вот, и рассмотрим, там симметрии всякие существенные моменты есть, симметрии рассмотрим, идеальное взаимодействие, изотопическую симметрию, все остальные, которые есть. Мы попытаемся построить несколько потенциалов, только в качестве примера, значит, просто я приведу несколько потенциалов ядерного взаимодействия и покажу, как они строятся. Ну, а дальше мы, собственно, начнём изучение страстейшего ядра, это ядра дейтрона, которая в ядерной физике примерно то же самое, что от одного-дорода в атомной физике, даже проще строить нам. И потом перейдём уже к более сложным ядрам и рассмотрим сначала их глобальные свойства, такие как размеры, форма, размеры, энергии связи и тут же рассмотрим простейшую модель атомного ядра, модель жидкой капли, которая там воспроизводит некоторое. Такие глобальные свойства достаточно хорошо. Ну, после того, как мы эту модель обсудим, перейдём к модели совершенно противоположным, где у вас ядро представляется как набор независимых частиц, движущихся в общем потенциальном поле. Эти модели, они аналогичны. Вот в квантовой механике, я думаю, что, да и в статистике мы, по-моему, обсуждали модель Томаса Ферми в атоме, где у вас электрон движется в поле, которое создаётся ядром и остальными электронами. Вот эта модель, значит, вот она теперь в ядерной физике она очень широко используется, подобная модель. И считается, что в этом поле модели движутся независимо, ой, ну клоны движутся независимо. Ну и моделировался потенциал вот этого внешнего поля, который близок к потенциалу гармонического осциллятора, но нечто среднее оказывается между гармоническим осциллятором и потенциальной ямой с резкими стенками, такой промежуточной. Ну и дальше эта модель есть фактически основа оболочной модели ядра. Как раз в этом потенциале появляются ядерные оболочки, так же, как в атомах появляются оболочки. Ну и оболочные конфигурации и некоторые свойства вот этих ядер, которые из этой модели следуют, в частности магнитные моменты, мы просто сосчитаем. Вот. Кроме того, ядро не всегда бывает сферическим. У ядер в области А, в области массовых чисел А, больше 150, меньше 190, а также при А больше 221, ядра, форма ядра не сферическая, она деформирована, поэтому это ядро имеет большой пудрупольный момент, который виден в том, что у ядра появляется спектр, подобный вращательному спектру молекулы. То есть ядро вытянуто или сплюснуто, появляются вращательные спектры. Мы обсудим свойства деформированных. Откуда берется деформация и свойства вот этих самых деформированных ядер. Ну и наконец, еще один момент. Еще один момент. Мы обсудим, что такое парные корреляции. Парные корреляции – это явление, которое в точности аналогично сверхпроводимости электронных металлов. То есть так же, как электронные металли из-за взаимодействия с решеткой могут образовывать связанные состояния, куплерские пары, точно так же есть парные корреляции в ядре. В этом смысле ядерная жидкость является сверхтекучей. Ядерная жидкость является сверхтекучей. Ну и вот это мы здесь обсудим. В частности, теорию БКШ, которая фактически здесь получена будет. Ну и на этом мы со структурой ядра знакомства закончим. И следующий вопрос, который мы будем обсуждать – это… Ух. 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 Все, что мы вот здесь говорили, относится к сильному взаимодействию. Ну и последний вопрос, который не всегда удается за проведенное время обсудить, это электромагнитные слабые взаимодействия в ядрах. Каким эффектом, какие свойства ядер можно изучать, исследуя излучение и возбуждение, фотопоглощение или излучение квантов. Ну а также слабые взаимодействия, которые ответственны за бета-распад ядер. За бета-распад ядер. Ну вот, собственно, это вся программа нашего курса. Теперь, какая литература? Ну кроме вот этого, что здесь написано, вот этой книги, значит, в принципе, здесь вы можете ее скачать, эти лекции, фактически это вот эта книга. Кроме того, значит, есть еще несколько книг, которые бы я мог рекомендовать. Ну первое, первое, это энциклопедия ядерной физики, то, что называется, она до сих пор еще не устарела. Энциклопедия ядерной физики, то, что у них есть в структуре, это артеры Оли Борт и Бен Мотельсон. Структура атомных ядер, т.е. два тома, топ-1 и топ-2. Это действительно книга, она строит из себя энциклопедию, поэтому ее подряд читать не надо, а просто надо искать там те вопросы, которые вы хотите обсудить, вы хотите познакомиться, прямо по оглавлению можно найти. Дальше. Есть очень старая, очень простая, но очень хорошая книга, автор Преста. Она называется «Физика ядра». Кое-что там, конечно, уже устарело, особенно то, что относится к вопросам сильного взаимодействия, но свойства ядер там, наверное, с тех пор не изменились, поэтому свойства ядер там можно хорошо прочитать. Ну, кроме того, есть какие-то более теоретические книги двух авторов. Это называется «Микроскопическая экилозия ядра». Я точно не Dziękuję. Постаньте « reserves» Я не помню, где сверху, где снизу ставится, поэтому буду писать и так и так. Да, ну и еще есть сектор Тартаковский, лекции по теории гидра. Ну и в принципе другие книги, я не знаю, там Мухин ядерная физика, это не для физиков, это скорее для кого-то еще, для инженеров. Там ничего, по-черкну, глубоко, там не удастся. Вот, ну вот, собственно, вся программа и вот эта литература. Ну и как видите, все у нас ограничится в этом курсе, поскольку у нас он полугодовый, то у нас это ограничивается только в основном структурой ядра. У нас полностью будут отсутствовать вопросы, связанные с ядерными реакциями. С ядерными реакциями у нас здесь мы обсуждать не будем, потому что времени у нас на это не будет. Вот, ну вот, теперь, если все это вы уже себе пометили, давайте мы уже перейдем, собственно, к тому, о чем мы будем так же говорить. Значит, ядро, если вы помните, было открыто в начале двадцатого века. Ну и не очень давно, правда, у нас столетия со дня открытия, со времени открытия ядра, одно ядро. То есть ядро, видите, за сто лет гигантский скачок произошел с нашим знаниям и применениями практических ядерами физики. Значит, собственно, это было открыто в экспериментах Резерфорда, когда он рассеял частицы, альфа-частицы. Альфа-частицы, это ядро гелия, фактически, ну, ядро гелия с зарядом двойка на тонкой фольгелии золота. Вот. Ну и что он обнаружил? Он обнаружил, что, да, энергия альфа-частицы была, там, где за пять мель? Ну, он обнаружил, что частицы сквозь фольгу пролетают, практически не рассеиваясь, и только очень малая доля отклоняется на большой угол. На большой угол. На угол, больше, скажем, из него, ну, в его экспериментах, на угол света больше девяносто градусов отклонялась, так, примерно одна частица из двадцати тысяч, да, из двадцати тысяч. Ну, при заданном потолке вы можете сосчитать, в какой числе. Так вот, одна частица из двадцати тысяч, она рассеивалась на угол больше девяносто градусов. Дальше. Тогда же он вывел то, что называется резефордовское сечение теперь. Это сечение рассеяния заряженной частицы на точечном заряде. На точечном заряде, обратите внимание. На точечном заряде. Ну, и обнаружил, что сечение, что эта формула его резефорда прекрасно описывает эксперименты рассеяния на все практически углы. Ну, оттуда сразу был сделан вывод, что ядро практически точечное. Находится в центре атома, и оно практически точечное. И даже вот из этого факта сразу вы можете оценить... Два вывода можно сделать. Можно оценить размер ядра, и можно оценить радиус действия ядерных сил. То есть оттуда сразу стало понятно, что ядерные силы короткодействующие. Они действуют только на расстояниях, когда частицы подходят очень близко друг к другу. А вот этой энергии 5МФ для золота не хватало, чтобы альфа-частицы подошли на такое расстояние. Ну, это означает, что размер ядра будет меньше, чем минимальное расстояние, которое может подойти к ядру золота альфа-частицам. Ну, это расстояние, это расстояние, оно отвернуется очевидным образом, что энергия должна быть равна, она должна остановиться, минимальное расстояние, ко где она останавливается частицы. Значит, кинетическая энергия может, и вся энергия будет совпадать с компециальной энергией. Или будет два умножить на z, ну, на е, естественно, и определить на агрус. Вот, поскольку e известно, z известно, для золота z это 79. Отсюда сразу получается, что r, вот это минимальное расстояние, на которое подходит частица к ядру, золота золота, оно равно, ну, что тут, 2z, где вы видели, на е. То есть, если подставить числа, то это будет где-то 2 на 10 минус 12 степени сантиметра. 2 на 10 минус 12 степени сантиметра. Это означает, что размер ядра золота меньше, чем вот это расстояние, сразу. Вот видите, как много информации из одного удачно поставленного эксперимента. Кстати, насчет констант, я вот тут у нас там у себя нашел несколько старых книжечек. Здесь, это таблица инвентарных частиц, на разные уровни. Они практически не меняются, но здесь есть, и самое главное, на первых страницах есть психофизмические константы, таблица психофизмических констант. Поэтому, вот, возьмите и пользуйтесь. Хотя, может быть, вам уже раздали другие лекторы. Так, ну вот. Значит, вот ядро тяжелой частицы. Размер ядра, вот видите, вот такие. Меньше, чем 2 на 10 минус 12 сантиметров. Фактически это означает, что поскольку альфа-частица, у которой заряд 2, она тоже имеет конечный размер, то вот это расстояние меньше, то есть, вернее, больше, чем сумма радиуса ядра золота и ядра по частицам. Это означает, что они не касаются, не, не соприкасаются совсем, поскольку сечение по-резервортовски воспроизводит полностью результат эксперимента. Так, ну вот, поэтому понятно, что раз ядро имеет такой маленький размер, то эффекты конечности ядра, они в атомах заметны будут только для экс-электронов, у которых вероятность находиться от нуля, отлично от нуля, заметна. И для всех остальных электронов ядро можно практически считать точным, кроме без электронов. Дальше. Но теперь мы уже знаем, что ядро состоит из протонов и нейтронов. Но это утверждение, вообще говоря, имеет ограниченный область применимости, потому что это справедливо только для достаточно низких энергий возбуждения. Потому что если у вас передать ядро энергию больше 140 мэр, у вас начнут рождаться незоны. Еще при больших энергиях у вас будут возбуждаться нуклонные резонансы, то есть появляться внутренняя структура нуклона будет проявляться. Поэтому тот факт, что ядро состоит из протонов и нейтронов, он справедлив только для достаточно низких энергий возбуждения ядра. Ну, в 140 мэр это возбуждение достаточно большое, при таких энергиях ядро разваливается уже. Поэтому говорить о ядре можно только при энергиях возбуждения, там, достаточно маленьких. Так, ну вот. Значит, ядро состоит из протонов и нейтронов и свойства этих частиц тоже достаточно хорошо известны. Значит, масса протона это 93827 мэр, ну, не 15 квадратов, если в массах. Ну, это, как вы знаете, 1,6, 7, 2, 6, 2 на 10 минус 20. Седьмой ядро имеет килограмму. Мы, во все-таки, это более адекватное число. Ну, и, как вы знаете, наверное, еще со школьным времен, отношение массы протона к массе электрона это 1000, в общем, 2000 практически, 2836 и 15. Теперь, масса нейтрона есть 939 и 57. Мэр определить на 1000 квадратов. Значит, смотрите. Разность массы, масса нейтрона, минус массы протона, это 11,29 мэр. Что больше, чем масса электрона. Поэтому нейтрон в свободном состоянии испытывает бета-распад, распадается, отпуская электрон и электрон на антинетрин и превращается в протон. Поскольку масса электрона всего там полного, 0,501 квадратов, поэтому, значит, у вас есть запасы энергии в этой разности на то, чтобы эта реакция произошла. Этот распад идет за счет слабого взаимодействия. Энерговыделение, как видите, не такое большое, поэтому время жизни нейтрон достаточно велико. Оно в районе 10 минут свободного нейтрона. Это, кстати, создает довольно большие экспериментальные проблемы для его точного определения. Поскольку 10 минут хранить нейтрон, чтобы он не провозгнился об стенку и не поглотился ядром каким-нибудь, то есть эта задача очень непростая, экспериментальная. Так, что еще я хотел здесь отметить? Смотрите, вот эта разность массы, если вы вот такую привлеченную составите относительную разность массы, на массу протона, или нейтрона, вот эта разность, то эта величина, она где-то так вот, ноль, по-моему, 14%. Иными словами, эти два состояния практически вырождены по энергии. Состояния протона и состояния нейтрона, они вырождены по энергии. Ну и это сразу наводит на мысль, что есть какая-то симметрия в ядерных силах, которая не различает заряд, который не видит заряда, и в этом случае у вас эти два состояния, если вы пренебрежете электромагнитным взаимодействием, скажем, это была первая идея, то у вас эти состояния будут вырождены, это означает, что у вас, если вы помните из квантовой механики, когда у вас есть вырождение, это всегда означает наличие какой-то симметрии, наличие какой-то симметрии. В том смысле, что если вы построите оператор какой-то, который переводит одно состояние в другое, то этот оператор, коль скоро у него эти состояния имеют одинаковую энергию, и он будет коммутировать с гаммитенианом. Это означает, что он сохранился. То есть есть квантовое число какое-то, связанное с этой симметрой. Ну вот это, значит, симметрия получила название дезотопической симметрии, которую мы будем позднее обсуждать. Так, ну вот, теперь давайте, у нас еще есть время, теперь давайте перейдем, собственно, к рассеянию. Раз уж все эксперименты, связанные с седром, упираются в рассеяние, то давайте мы некоторые напоминания из теории рассеяния сделаем. Да, пока не об этом, и надо, иди вовремя, иди вовремя. Да, 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 конечно. Да, конечно. Значит, как я напомню устраиваться задачей рассеяния. Значит, вот у вас есть центр, на котором происходит рассеяние. Сюда идет поток частиц, плоская волна, Е в степени, К, и давайте К, Е в степени, К, З. Давайте вот здесь сделаем. Вот это еще есть, вот здесь. Он З. Падает плоская волна, и отсюда уходят частицы, рассеиваются на разные углы. То есть, фактически у вас идет расходящаяся свирическая волна. Расходящая свирическая волна. Ну, иначе вы ставите детектор и регистрируете число частиц падающих, регистрируете скорость, регистрируете частицы и скорость регистрации, деленная на плотность падающего потока, вам выдает сечение. Значит, ну, это, да, кроме рассеянных частиц, есть частицы, которые прошли не рассеяясь. Потому что вероятность рассеяния конечна. Поэтому на больших расстояниях С от Р можно представить в таком виде. Когда Р стремится на бесконечности, можно представить в таком виде. Значит, вот это и есть прошедшая плоская волна, которая не рассеялась. Ну, и здесь идет Ф от Тета на Е в степени И К Р поделить на Р. Вот это вот расходящаяся волна рассеянных частиц, которая, собственно, возникает при взаимодействии частицы с центром. Значит, здесь колонновый вектор. Корень из 2m. Е на Аж квадрат. Е – это энергия налетающих частиц. Ну, вот, а Ф от Тета, значит, в случае, если потенциал взаимодействия центральный, это зависит только от радиуса, то в этом случае у вас зависимость идет только от полярного угла. То есть только вот от этого угла, это угол рассеяния. От измутального угла нет, есть измутальная симметрия. Ну, и Ф от Тета – это амплибуд рассеяния, которая связана с сечением кругов рассеяния. С простым соотношением. То есть, сигма под я омега, есть Ф от Тета по мудрою в квадрате. Ф от Тета, вообще говоря, комплексная функция. Комплексная функция. Дальше. Если вы знаете радиальные волновые функции, радиальные подволновые функции, вот эти функции Ки, ЛС, от Р, Ки, РТ, от Р, то в осимпотнике эти функции, при ростеимающейся к бесконечности, Дельта Р, при ростеимающейся к бесконечности, имеет вид такой, это есть Синус Ка, Р, минус Пи, Р, пополам, плюс Дельта Р. Дельта Р это фаза рассеяния. Ну и амплитуда рассеяния через эти фазы выражается также известным образом, что Ф от Тета есть единица на 2 ИК с суммой по Р, от Р равного нулю до бесконечности, здесь стоит 2Л плюс 1, Е в степени 2И Дельта Р минус единица умножить на поленомный жанр, по Р в космос Т. Значит, вот это парциальное разложение амплитуды, разложение амплитуды по парциальной волны, Л это орбитальный момент, в котором идет рассеяние, я здесь пока рассматриваю частицы, которые со спином 0, безспиновые, наличие спинок там 0, попозже, включим спин, посмотрим чему это приводит, ну и вот такое выражение. Значит, еще для дальнейшего нам будет удобно привести некоторое обозначение, вместо просто фазы, мы будем рассматривать то, что называется парциальная амплитуда, и вот эти два со множителя объединили в одну парциальную амплитуду. Вот. Кроме того, у нас еще есть S-матрица, S-матрица, S-L-T, это просто вот эта вот величина, элемент S-матрицы, матрица рассеяния Е в степени 2DKL, ну и если мы очень спорциальную амплитуду выражаем, это Е в единице плюс 2DKLL. 2DKLL. Если рассеяние чисто упругое, фазы Дельта-М действительны, ну и тогда S-L по мудрой квадрате равно единице. Ну это для чистого кругового рассеяния. Если у вас рассеяние неукругое, скажем, частицы могут ядром поглощаться, или там возбуждать ядро, энергия будет теряться, то в этом случае у вас фазы уже перестают быть действительными, в этом случае у вас из потока падающего частицы пропадают, поэтому расходящийся поток будет меньше, чем падающий, полный поток расходящийся, ну и это означает, что S-L по мудрой квадрате будет меньше единицы. Чисто упругое процессы, а здесь, значит, неукругой, неукругой. Если есть, то упругое. А как нужно понять, что они перестают быть действительными? Ну, при неукругом рассеянии фактически можно, понимаете, если у вас есть, строго говоря, у вас, вообще, там нет потенциала, потому что если у вас, если могут возбуждаться системы, то у вас есть просто разные каналы реакции. Когда упругое рассеяние, у вас один канал. А неукругом рассеяние у вас есть разные каналы реакции. Но если вас каналы реакции не интересуют, а интересуют только чисто упругое рассеяние, при наличии каналов неупругих, то вы можете построить потенциал, который будет воспроизводить упругое рассеяние, но этот потенциал будет уже комплексным. То есть у него появится мнимая часть, и эта мнимая часть ответственна за поглощение. Ну и если потенциал комплексный, то тогда естественно радиальные функции будут вот здесь иметь фазу тоже комплексную. Вот мнимая часть появляется вот из-за этого фазы. Но это только оптический, такой потенциал, у нас название оптического потенциала, но этот потенциал он используется только для того, чтобы описать упругое рассеяние процессу, когда вы хотите, чтобы у вас частица, которая рассеивалась, она бы осталась в том же состоянии и даже не потеряла бы энергию, кроме энергии отдачи, ядра. Так, значит, в этом случае у вас сечение будет, появится неукругое сечение, и естественно выражение для неукругого сечения, оно выводится следующим образом, что сигма и на ластике есть π на k квадрат сумма о r, а r равна 0 то есть количестве, значит, здесь будет 2r плюс 1, а здесь естественно будет стоять единица, минус, вот этот самый квадрат модуля кср. То есть полное сечение неукругое, оно как раз дается отличием вот этого S-матрицы, элемента S-матрицы от единицы, от квадрата модуля от единицы. Ну, я напомню, что супругое сечение, оно записывается так же, полное сигма и на ластике, это есть π на k квадрат сумма о r равна 0 до бесконечности, а здесь стоит 2r плюс 1, а здесь стоит S, L, минус, единица, все по модулью квадрате. Ну, это квадрат модуля вот этого выражения, проинтегрированный по всем углам, по телескому углу, по всему телескому углу. Значит, вот есть два таких сечения. Теперь, естественно, определяется сумма их, сумма упругого или неупругого вам дает Ол. А чего зависит от нормировка падающей волны? Ну, вот, мы, допустим, сейчас нормировались на скорость частицы, ну, там, когда 5,5,5,5,5,5. А мы могли бы нормироваться, допустим, на отдельную частицу, если бы, ну, не можем, на отдельную, 9,5,5? Конечно, могли бы. А чего это смеется? Нет, сечение от этого не изменится, потому что для того, чтобы сочетать сечение, вы должны разделить на плот из падающего потока. Если вы поменяете нормировку, вот здесь, у вас поменяется плот из падающего потока. И нормировочный фактор у вас просто сократится. Это, кстати, очень полезная практика, писать нормировку на какой-то там нормировочный объем, потому что если вы все правильно делаете, то этот объем, конечно, смотрите, должен исчезнуть. То есть зависимости от него не должно быть. Потому что, ну, если у вас здесь будет нормировка другая, то у вас уже вот здесь вам появится нормировка другая. Ну, и когда вы будете считать поток рассеянных частиц, поток рассеянных частиц и делить его на плотность, поток рассеянных частиц, падающих на площадку, и делить на плотность потока падающих частиц, то вот этот объем сократится, он будет и там, и там. Поэтому нормировка здесь несущественна. Так, значит, вот полное сечение растения. Сигма тотал. Это есть сумма упругого плюс неупругая. Ластик или ластик. Ну, и если вы эти две формы сложите, то опять получится такое. Это будет равно 2π на 1 квадрат. Сумма по l, равна 0 до бесконечности. А здесь будет стоять 2l плюс 1, а тут стоит единица минус реальная часть от 75. Реальная часть это сделает. Ну, просто прямо если вы сложите эти два выражения, то у вас тут вот с помощью квадрата сократится, а останется только вот здесь реальная часть. Реальная часть вот здесь вот в этом произведении. В угольном 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 раенде. Угольная charge, вот этой дочкой нужно. А единички сложатся. Так. Теперь смотрите, обращаю ваше внимание, если вы посмотрите на выражения для амплитуды. Вот здесь стоит вот это самое SL, то если вы возьмете угол θ равный нулю, там где полиногрежабра обращается в единицу, и после этого возьмете от вот этого выражения мнимую часть, то вы получите как раз вот эту самую конструкцию с точностью до коэффициента. Поэтому если вы сравните эти два выражения, то можно вывести следующее соотношение, мнимая часть амплитуды расстояния вперед, это равная углу, мнимая часть этой амплитуды, равно как подвинуть на 4,3 на 7,2 на 7,2. Вот это есть оптическая теорема, вот это есть оптическая теорема, которая справедливо, как видите, всегда. есть неукругие каналы, нет неукругих каналов, у вас это соотношение всегда будет иметь место. Если сечение неукругое равно углу, ну тогда есть по квадрате единица, но это соотношение все равно останется. Полное сечение все равно будет даваться вот этой величиной. И это соотношение остается. Но интересно, что при наличии неукругих каналов у вас оптическая теорема также выполняется. Ну оптическая теорема просто означает, что у вас сохраняется нормировка, что если вы все частицы, ну поток сохраняется, что если вы перечислите все каналы, куда могут уйти частицы, то вы должны получить поток равен тому, который падает. Вот это такое простое объяснение того, что означает вот эта оптическая теорема. Так, ну вот. Теперь. Ну нас в основном будет интересовать сейчас раздение при малых энергиях, когда е стремится к нулю, ну и k вместе с ним тоже стремится к нулю. k стремится к нулю. Так что у вас, то есть нас будет интересовать пределы, такие, что у вас k умножить на радио с ядра будет много меньше звеницы. Вот так. То есть длина волны падающей частицы будет много больше, чем размер ядра. Много больше, чем размер ядра. Ну спрашивается, что мы можем о ядре узнать в такой ситуации? Ну понятно, что почувствовать все детальные структуры здесь невозможно, потому что у вас ядро как целое, и при больших длинных гон, там у вас почти волновая функция не меняется внутри ядра. Поэтому всякие там мелкие влутации плотности, которые могут быть в ядре, они конечно связаны с распределением плотности частиц внутри ядра, они естественно не будут, но тем не менее интересную информацию оказывается можно получить и в этом пределе. Значит, я хочу напомнить, что фаза растения дельта L, вот эта фаза растения дельта L, при малых энергиях оказывается пропорционально K в степени 2L плюс 1. 2L плюс 1. Поэтому при K стремящемся к нулю, у вас выживает только минимальная L. И если вы теперь, то есть дельта стремится к нулю, и если вы посмотрите на вот эту парциальную амплитуду рассеяния, то видно, что из-за того, что здесь делится на K, то при K стремящемся к нулю, отличным от нуля будет только F0, а рассеяние в S волне. L равное нулю в S волне рассеяния. Когда я равное нулю дельта пропорционально на K, экспонент раскладываю, K сокращается и остается, значит, у вас фаза. Ну и все. Если, значит, в этом случае у вас рассеяние рассеяние оставляем только в S волне, то тогда у вас сечение здесь мы оставляем только S волну, S волну, это целый у вас здесь уже приемный жандр у вас единица для L равного нулю, ну и тогда просто здесь суммы нет, здесь осталось L равное нулю, поэтому просто получается FK. Амплитуда F от theta равняется просто F0. F0, ну и дальше, поскольку мы будем работать только с S волной, то дальше я просто буду обозначать ее буквой F. Нулевую амплитуду я просто буду для сокращения обозначения писать просто F без нолика. Ну, поскольку у вас только есть одна величина, то сечение кругового рассеяния записывается сразу, что это есть сигма, есть 4P, интеграл кругл А от дифференциального сечения дает сразу 4P, то есть здесь стоит F по модуру квадрат. Ну и если его записать, что F есть F в степени 2 и D минус 1 на 2 ик, то если взяв квадрат по модуру, то получаем сразу выражение, что это есть 4P на k квадрат, а здесь стоит синус квадрат дельта, синус квадрат дельта. Ну и когда дельта стремится к нулю, у вас это можно разложить, и у вас получается сечение константы. Так. Теперь. А разве 4P на 12? Что? 4P на 12? Нет, потому что там не 200, тут 2 и 2. Синус, то надо, по половине дельта, чтобы получить синус. Четверка. Одну если вы выписываете E в степени дельта, то получится, что у вас здесь будет синус, 2 и уходит E в степени дельта на синус дельта поделить на k. Значит, если мы теперь посмотрим на радиальную функцию, то радиальная функция наша у от f вот, а, я с твердой положили, да? Вот если мы возьмем вот это снова, E в степени дельта, k, z, ну или там, f, да, 8 дельта, а носить f на d в степени, b, k, r на d. Ну и если теперь мы проинтекрируем по углам, чтобы выделить s волну, то мы получим радиальную функцию на больших расстояниях, и эта радиальная функция после такой процедуры будет именитация у от f есть E в степени и дельта плюс k, а здесь будет стоять sin, k, r плюс дельта, sin, k плюс дельта. Это значит вот на больших расстояниях за радиусом действия силы. Ну, как мы уже говорили, что у вас силы короткодействующие. Поэтому, чтобы определить эту фазу, вам нужно сшить, если вот радиус действия силы у вас r какой-то, то за радиусом действия силы у вас полновая функция вот такая сразу уже, свободная числица синтетика, возникает вот такая функция. А внутри у вас какая-то функция у от r будет отличной от этой. Ну, естественно, условие сшивки на радиусе на этом будет давать, что у вас логотическая производная у штрих на q в точке r равна r. Ну, ее можно обозначить через альпус. Например. Ну и дальше, дифференцируя, получаете, что это все будет равно k катангенс k r плюс дельта. Так, нам надо бы сделать перерыв, да, чтобы немножко освежить голову. Так, пять минут перерыв. Смотрите, вот у нас есть вот такое выражение. вот если потенциал у вас будет вот такого вида, значит, здесь r, а здесь u от r, если потенциал вот здесь против поставить стель на радиусе r и проницаем, то тогда понятно, что у вас волновая функция здесь будет зануляться. то есть u от r будет равно нулю, равно нулю. Это означает, что у вас альпус будет бесконечно. Ну, это означает, что аргумент катангрица тоже должен быть равен нулю. это значит, что дельта у вас будет равен минус k r. Минус k r. Фаза в этом случае. Дельта будет равен минус k r. вот здесь будет равен минус k r. Вот. Ну, в общем случае, в общем случае, вводится такая величина. дельта, деленная на k, со знаком минус. Предел вот этой величины, при k, стремящемся к нулю. Вот эта величина. Эта величина есть некоторая константа a, которая называется длиной рассеяния. Длина рассеяния. Вот. Значит, когда непроницаемая стенка, то длина рассеяния совпадает с радиусом стенки. Вот это минус, поэтому здесь так она определена с минусом. Значит, если стенка непроницаемая, то a будет совпадать с радиусом стенки. Но, в общем случае, a может отличаться от радиуса действия сил. Особенно, если у вас с силой притяжения. То в этом случае у вас a, вообще говоря, может быть равным. Ну вот, давайте посмотрим, как у вас будет вести длина рассеяния, если у вас есть потенциал притяжения. Потенциал притяжения. Значит, если мы нашу волновую функцию вот здесь устремим как нулю, вот для волновой функции. То дельта вот здесь обращается в ноль. Экспонентом в единицу. Здесь дельта есть тогда минус ка. По определению дельта минус ка. Ну и тогда кастримец от нулю. Сирус можно разложить. Кастримец от нулю. Кастримец от нулю. И тогда наша функция у от r в этом пределе, когда кастримец от нулю. Здесь просто r минус а. r минус а. Ну вот отсюда по виду вот этой волновой функции мы видим, что такое длина рассеяния. Длина рассеяния это та точка, в которой линейная интерполяция u, взятая за радиусом сил, линейная интерполяция u пересекает ось x, пересекает ось r. Понятно, да? Вот эта точка. Значит, вот смотрите. Если у вас свободная частица. Рисуем волновую функцию. Здесь r, здесь u от f. Значит, если свободная частица, то у вас вообще просто он под углом 45 градусов идет, у вас вообще эта длина интерполяция упирается прямо в ноль. Прямо в ноль. Теперь, что будет у вас, если у вас есть пределение? Вот такой потенциал u отрицательный. С точки 5. Ну, тогда понятно, что в этом случае, у вас здесь энергия будет, k будет больше внутри ямы, импульс. Это означает, что она будет загибаться сильнее, чем для свободного случая. Если для свободного случая было как-то вот так вот, то в нашем случае, давайте я пунктиром изображу. то в нашем случае притяжение она будет загибаться быстрее и будет выходить куда-то вот сюда. Будет выходить куда-то вот сюда. Значит, вот теперь, если мы возьмем линейную интерполяцию, то мы увидим, что она пересечет ее в какой-то точке при отрицательных h. То есть длина растения будет отрицательной. Длина растения будет отрицательной. Дальше. Давайте будем углублять яму. Делать ее все глубже. Тогда у вас вот этот загиб будет становиться все круче. И тогда понятно, что, когда у вас она будет более горизонтально сюда подходить, выходить за радиус, то у вас эта точка поползет налево. То есть длина растения будет увеличиваться, оставаясь отрицательной. Теперь, что будет, когда мы дойдем до критической глубины, и у вас вот здесь появится уровень. Энергии с нулевой энергии. Ну тогда у вас волновая функция этого уровня за пределами ямы должна быть равна e в степени минус k. Если k равен нулю, у вас энергия уровня равна нулю, то волновая функция здесь будет константа радиальная. Волновая функция здесь будет константа, в результате станет. И тогда это означает, что длина растения у вас обратится в бесконечность, минус бесконечность. Обратится в минус бесконечность. То есть, видите, в этом случае длина растения вообще, говорят, к равену не имеет довольно отдаленное отношение. Но зато она вам может сказать информацию о том, есть у вас в системе уровень или нет. Теперь, что будет, когда у вас, я вам еще более углубили, и у вас уровень немножко спустился вниз? Тогда у вас волновая функция здесь уже будет вот так вот, уже максимум сюда появится один. То есть, она начнет как бы одну осцилляцию делать. Максимум появится. И в этом случае видение интерполяция вам выдаст положительную длину рассеяния. То есть, при появлении уровня у вас длина рассеяния от минус бесконечности делает скачок в плюс бесконечность, и дальше снова ползает вниз. И начинается при глубине. Вот поэтому у вас, видите, знак длина рассеяния вам может сказать, есть уровень в яме или нет уровня в яме. Такая ситуация наблюдается в рассеянии нейтрона на протоне. Рассеяние нейтрона на протоне. Рассеяние нейтрона на протоне у вас, вообще говоря, значит, тут некоторые усложнения. У вас есть две длины рассеяния. Потому что рассеяние может идти в состоянии с разным полным спином. Спин нейтрона одна вторая, спин протона одна вторая. Значит, полный спин может быть тогда либо единица, либо ноль. То есть, состояние со спином единицы называется триплетным состоянием. Состояние со спином ноль – синглетным состоянием. Ну и поэтому есть две длины рассеяния. Рассеяние может идти в триплетном состоянии и в синглетном состоянии. Есть, значит, длина рассеяния А триплетная и есть а синглетная. Так вот, а синглетная при рассеянии на протоне вам выдает такую величину, что а синглетная, значит, мы потом обсудим, как она измеряется. Двадцать три и семьдесят два ферми. Я напомню, что ферми – это такая единица, а один ферми – это есть десять минус тринадцати сантиметра. Очень удобная менять для физики Верчина. Ну, что это означает? Это означает, что у нас она отрицательна и велика. Это означает, что, скорее всего, связанного состояния нет здесь, в такой ситуации. связанного состояния нет, но оно уже близко. Если бы яму чуть-чуть углубить, то есть взаимодействие было бы чуть более притягивающим, на какую-то величину, то тогда вполне мог бы существовать связанное состояние со спином ноль, нейтронной патурой. Но в природе такого состояния нет. Но, видите, оно близко. Оно близко. Уже глубина ямок достаточно близка. В такой ситуации говорят, что у вас есть виртуальный уровень. Вот здесь, вот здесь виртуальный уровень. Ну, и обвеличим мы его потом оцениваем. Вот. А в предметном состоянии длина рассеяния оказывается положительно 5,44 фермы. Ну, и в согласии с тем, что мы говорили, это означает, что у вас тут есть уровень. Ну, это уровень, это есть нейтронная ферма. Уровень нейтрон. Нейтрон имеет в принципе единицу. И это единственное связанное состояние в системе нейтрона-протона. Другого связанного состояния. Так. Теперь. Теперь. Значит, если вы рассеиваете нейтрон на протоне не поляризованные, частицы не поляризованные рассеиваете, то у вас, естественно, сечение будет. Сумма седьмой эластик будет равно 4 фи. А здесь будет стоять а синглетная по мокружеву квадрате плюс а синглетная по мокружеву квадрате. Но только здесь надо учесть, что из четырех спиновых состояний только одно относится к синглетному состоянию и три относятся к триплетному. Ну, поэтому синглетное состояние находится с весом 1,4. В неполяризованном состоянии все эти четыре возможных проекции с равной вероятностью осуществляется. Ну, поэтому синглетное будет только в 1,4 случае, и триплетное будет в 3,4 случае. В 3,4 случае. Вот. И в рассеянии в таком вы ничего не... По отдельности вы не можете даже сказать, какие у них знаки. Даже относительный знак не можете найти. Ну, поэтому надо что-то придумать, чтобы можно было хотя бы относительный знак определить в этих сечениях. Ну, и действительно, был предложен очень красивый эксперимент, когда у вас рассеяние идет нейтрона, неполяризованного, на молекуле водорода. На молекуле водорода. На молекуле водорода не идет. Электрона практически не замечает. Магнитное взаимодействие бесконечно малое по сравнению с сильным взаимодействием. При этом, если вы берете длину волны такую, что она больше, чем размер молекулы, то есть очень низкой энергии нейтрона. То в этом случае у вас процесс идет, как реальное рассеяние на одном, на другом, и вы должны складывать амплитуды. Вы должны складывать амплитуды рассеяние на одном и на другом. Вот. Ну, а в этом самом водороде, в молекуле водорода, вы их можете разделить по спину. Почему? У вас бывает ортоводород и пароводород. Ортоводород – это состояние, в котором ядерная спина единица, то есть молекул. Ядра имеют спину единица, параллельной спиной складываются. А ортоводород, пароводород – это спин 0. Значит, вы можете отдельно привести рассеяние на ортоводород и на пароводород. И посмотреть, чем отличается сечение. Ну, давайте посмотрим. Посмотрим. Чтобы описать рассеяние на такой молекуле со спином, нам удобно ввести какой-то такой, вместо двух вот этих, давайте мы введем такой оператор номера сея, который будет зависеть от полного спина. Оператор номера сея. Чтобы это сделать, мы давайте введем… Вот вспомним такой оператор. Оператор P, который есть одна вторая. И вернуться в плюс. Сигма-1 умножить на сигма-2. Вот. Вы не помните, что это за оператор. Что он делает? Обмен спинами. Обмен спинами. Оператор перестановки спина. То есть это оператор перестановки спина. Значит, действуя на состояние с полным спином 0, он дает минус единицу, состояние антисимметричное. А действуя на состояние со спином 1, полный, он дает единицу. Симметричное и антисимметричное по спину состоит Ну и тогда, ну просто σ1, σ2 равно либо минус 3, либо плюс 1 Для спина 0 это минус 3, а 2 плюс 1 это, это плюс 1 единица Ну и это, поскольку у S есть одна вторая Полный спин S, σ1 плюс σ2 То, взводя в квадрат, мы получаем значение σ1, σ2 И в том числе вот это, значение этого оператора Ну тогда мы можем записать вот амплитуду длину рассеяния Как оператор в спинном пространстве таким образом Значит, поскольку P для синглета равно минус единице Мы напишем, что здесь будет одна вторая Единица минус P Значит, если P единица, то это 0 То есть для триплетного состояния Эта комбинация равна 0 Для синглета равна единице Ну и тогда, естественно, тут мы ставим 12 на 7 синглета 1 плюс 1,2 единица плюс P на А приплитуде Ну то есть просто вот Это тоже называется проекционный оператор Этот оператор проектирует на состояние со спинном ног Этот оператор проектирует на состояние со спинным единицами Вот с помощью такого оператора, тогда мы можем записать, если мы подставим вот это выражение, то у нас вот эта вот притода а запишется как 1 четвертая, а здесь значит скобка, здесь можно сказать 3а-реплетная плюс а-реплетная плюс а-реплетная минус а-реплетная на сигма нейтрона умножить на сигма прахтона. Вот такой выражение. То есть видно, что ее явно зависит от спины. Теперь, при рассеянии на молекулы у нас будет входить полная амплитуда, полная длина рассеяния, которую давайте мы напишем А большое, которое есть А на одном протоне, плюс А на втором протоне. Ну и если мы их сложим, то тогда, значит здесь у нас они складываются, а здесь спины протонов сложатся в полные спин молекулы, ядерные спин молекулы имеются в виду. Ну и тогда у нас вот эта амплитуда А большое, она запишется в таком виде. А большое есть одна, вторая. Здесь будет 3а-реплетная плюс а-реплетная плюс а-реплетная минус а-реплетная. А здесь будет стоять сигма нейтрона умножить на полную ядерную спин молекулу водорода. В полную ядерную спин молекулу водорода. Теперь, значит теперь мы должны уже брать матричные элементы по проекции, их и сечения, тогда можно записать так, что сечение амплитудорасения на молекуле, на неполяризованной молекуле, будет равно 4пи, а-реплетная по углу, а здесь мы должны писать А вот это по мокрой квадрате и усреднённое по всем спиновым состояниям молекулы. Усреднённое по спиновым состояниям молекулы и просуммированное и усреднённое по спиновым состояниям нейтрона. Значит, если мы обозначим проекции спина нейтрона буквой маленькой М, а проекции спина молекулы буквой М большое, то тогда целевыражение можно переписать так, 4 и поделить. Значит, у вас два состояния нейтрона есть, и два С плюс один состояния у молекулы, в зависимости от того, какой спит. то есть 0 и не единицы. Пара водородов трёх труда. Ну а сейчас мы должны написать сумма, что М, М штрих, М, М штрих, квадрат модуля, здесь будет конечное состояние М штрих, М большой штрих, вот вот этого оператора А, а здесь будет М большое, М малое. По модулям квадрат. Вот, что мы делаем? Значит, у вас рассеянный, у вас может измениться проекция у молекулы и у нейтрона. из проекции М нейтрон переходит в М штрих, а у молекулы проекции из М большого переходит в М штрих в большом. Значит, поскольку мы при рассеянии не регистрируем ничего, то мы должны по вот этим просто просуммировать, потому что все проекции попадают в наш счётчик, в наш детек, независимо. Поэтому и те проекции попадают, поэтому мы суммируем, все частицы попадают с любыми проекциями. Поэтому мы суммируем по М штрих и по М, а по вот этим мы усредняем. Мы считаем, что они не поляризованы, поэтому мы суммируем по всем проекциям и делим на количество проекций, которые у нас есть. Не поляризованы, на самом деле. Так, ну или если теперь воспользоваться тем, что А Эрмидовский оператор, и тем, что у вас есть полнота вот этих самых состояний, то это всё переписывается как 4ФИ на 2С плюс 1, а здесь стоит след... След от произведения... А нам крест... А крест... А крест на... Ну вот, теперь давайте мы и будем... Будем это начислять. Значит, у нас в этом произведении есть квадрат этого члена, есть произведение этого номера, здесь входит линейно матрицы Паули и спин, след от которых равен нулю. Поэтому вот эти два члена, они линейные по спинам, они выпадают, когда вы берете след. Останется только ещё... Значит, будет квадрат вот этого и квадрат вот этого. Значит, для того числения квадрата второго члена нам надо будет знать, что такое... Что такое... С на Сигма... Сигма на... Сигма нейтрона на С квадрата. Ну, для этого мы воспользуемся вот тем свойством матрицы Паули, что Сигма И на Сигма К, есть ЛТ1К, плюс И, Эпсилон И. Так, теперь Сигма Л. Сигма Л. Сигма Л. Сигма Л. То есть тут стоит, тут стоит фактически векторное произведение С умножить на С. Ну и для момента, для оператора момента, чему равно это векторное произведение? С. 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 С только с И. Это равно И. С. Это равно И. С. Просто из коммутаторов. Поскольку они не коммутируют, то у вас это не ноль. С. А есть такое соотношение? Ну и тогда ответ получается, что это будет С квадрат. Так. Плюс И. Вот так. Второй шлем. То тогда это всё будет записываться как С квадрат минус Сигма Н умножить на С. Сигма Н умножить на С. Сигма Н умножить на С. Ну и всё. Собственно, этот шлем снова линеет по матрице Павловой. Поэтому свет от него будет ноль. Остаётся только вот этот шлем. Ну и тогда мы видим, что сечение зависит от того, какой спин молекулы. И оно будет разным для пароводорода и для водоподорода. Спин молекулы. Прямо коет сюда. Вот в это выражение. Ну и тогда мы можем написать, что я напишу, что Сигма пара, она вообще не содержит этого множителя. Поэтому это есть просто. Так. Я ещё напишу так. Это равно. Я напишу четыре третьих квадрата. Повторяю. Также мы сделали, что это много, gosh. Я дав наш выпикационная. Давай сделаем. Я так. Ну и отпишу. Повторяю, вставляю. Здесь выставляете ФИ. Так, а сигма-орта есть 4 третьих квадратных на пи, а здесь стоит 3а триплетная плюс а семилетная, плюс 2а триплетная минус а семилетная квадратная, квадратная. Значит, длина рассеяния, она действительно, в случае потенциала, в случае действительного потенциала, поскольку у нас база действительно величина, то длина рассеяния тоже действительно, поэтому здесь квадрат можно не писать, а просто писать объединение квадрата. Теперь, что такое 4 третьих ножки это? Куда он взялся? Тут его вроде нет. Тут его нет. Ну, надо вспомнить, что у вас процесс рассеяния всегда описывается в системе центра массы. То есть, уравнение шейнгера записывается в системе центра массы. Ну и когда рассеяние идет на одном протоне, то у вас входит в уровне шейнгера приведенная масса. Приведенная масса нейтрона и протона, которая фактически есть половина массы протона. Половина массы протона. Поэтому приведенная масса, ну, в одном случае это есть одна вторая, которая будет считать, совпадающая с массой нейтрона. А во втором случае у вас рассеяние идет на двух массах протона. Поэтому приведенная масса, мю, при рассеянии на молекулы, будет равна две трети массы протона. Две трети массы протона. Ну и поэтому вот эти две трети сюда и вставлены. Сюда и вставлены, что у вас амплитуда рассеяния пропорциональна, если вы помните, к массе из формы уборного, у вас там масса числителей стоит к уборному самоприврежению, амплитуда рассеяния пропорциональна на массе протона. Ну, поэтому, значит, вот эти две третьих получились, вот множество четыре третьих возникло, сечение, значит, выглядит вот таким образом. Вот учет эффективной массы. Четыре третьих – это учет эффективной массы, которая отличается в случае, когда рассеяние идет на молекулы. Ну вот, смотрите, тут явно вошли а-треплетное и а-синклетное, а-треплетное и а-синклетное. Поэтому относительный знак величины здесь определяется. Ну вот, собственно, это и было, это и позволило вспыслить знак вот этой самой длины рассеяния. Знак, относительный знак длины рассеяния, было видно, что одна из них положительная, а другая – отрицательная. Ну а дальше мы увидим, какая из них должна быть отрицательная, какая положительная. Это то, что называется резонансное рассеяние, то есть рассеяние на связанном состоянии с малой энергией. То, что называется резонансное рассеяние. Видно, что в случае, когда у вас есть связанное состояние, то тогда длина рассеяния должна быть положительной. тогда автоматически второе состояние будет иметь другой знак. То есть было, вот здесь было измерено и было найдено, что? Знаки триплетные и синглетного противоположные. Ну вот, на этом давайте мы сегодня закончим. В следующей лекции мы закончим знакомство с… не знакомство, а напоминание про рассеяние. А, нет, нам еще нужно… нам еще спиновые эффекты, поляризацию будет обсуждать и рассеяние частиц, поэтому у нас еще целая лекция уйдет, наверное, в следующий раз. Ну все. До свидания.